Шестая мужская колония строгого режима. Здесь содержится почти тысяча осужденных. Судьба и сроки у всех разные. Несмотря на ошибки прошлого, коротать время многие предпочитают с пользой для себя и общества. В этом цехе бригада делает пластиковые окна. Заказы поступают отовсюду. Сейчас 42 окна готовятся к отправке в Тольяттинскую колонию. Работа на производстве здесь считается самой престижной и хорошо оплачивается. А в этом цехе производят изделия из железобетона, блоки, кольца и перемычки. Они уже используются при строительстве новых микрорайонов Самары. Помимо того, в шестой колонии делают мыло, порошок, изделия из дерева и многое другое. На производстве занято более 350 человек. Остальные отвечают за коммунальный быт на зоне. В колонии есть и собственная хлебопекарня. Производство не останавливают ни на минуту. Осужденные работают в три смены по 8 часов каждая. За сутки здесь производят почти 700 килограммов хлеба. Этого хватает, чтобы прокормить почти тысячу осужденных колонии и пациентов 19-й туберкулезной больницы. Качество хлеба, кстати, ничем не хуже, чем в магазине. На казенный стол пока никто не жаловался, говорят пекари. Это ремесло за три года от ситки освоил Владислав Дергачев. Готовить старается с душой. Оттого, говорит, хлеб такой вкусный и полезный. Чисто без каких добавлений, добавок, улучшителей. Правильно все. Собственное производство, по словам руководства колонии, приносит неплохие доходы, а трудовая занятость дисциплинирует осужденных. Производство, оно приносит прибыль. Это модернизация производства, это покупка новых станков, это ремонт старых станков. Произвели ремонт у нас станков, которые по деревообработке идут. Идут сейчас заказы, мебельные заказы. Это кромочные станки отремонтировали. И станки по распиловке ламината. Это все идет от прибыли. Мы получаем, мы ее опять вкладываем. Помимо этого, при колонии работают образовательные учреждения. Средне-средне-специальные и высшее образование на сегодня получают 270 осужденных. По их словам, это поможет им выйти на свободу другими людьми. Павел Баймаков, Максим Гусев. События.